Я начну представлять книгу «Битва с Игром Иудейским» с представлением других книг. К своей я еще успею вернуться. Но я хочу вам представить Ивана Александровича Лагионова. Вот это книжечко «Решение еврейского вопроса». Эдуэрда Дремона «Еврейская Франция». Книгу Генри Форда «Международное евречество». И Григория Кремова «Божий народ». Я мог бы принести сюда еще партиячий книг. Ну, я думаю, достаточно этих четырех, чтобы поговорить о самой настучной сегодняшней теме. Дело в том, что и Григорий Кремов, Григорий Петрович, царство небесное, и Генри Форда, и Эдуард Дремон. Иван Александрович Рагионов, они жили не в России. Дремон, понятно, это француз. Это выдающийся французский историк, родившийся, обратите внимание, в 1844 году. И эта книга «Еврейская Франция» вышла в 1886 году. Ну, Генри Форда, понятно, это Соединенные Штаты, это гордость и слава Америки, а по сути гордость и слава всего мира. Григорий Петрович Кремов, сначала в Германии, потом в Соединенных Штатах, и там недавно, в 1937 году, умер. Григорий Александрович Рагионов, это Германия. Он там жил с 18-го года, и там и похоронен в 1940 году. Григорий Александрович Рагионов, это умнейшие люди планеты, признанные уважаемые в мире. И мы единственная страна в мире, которая умудрилась эти книги запретить. Нет другой страны, которая бы умнейших людей, мировые авторитеты, были бы запрещены. Причем, что такое сегодня запретить книгу? Это вычеркнуть ее из нашей жизни вообще. Советские первые книги были запрещены. И были длинные списки авторов, которых нельзя было ввозить, и они откуда издевались? А можно ее находить, конечно. Куда девались техники советские, которые запрещены? Они складировались? Не складировались. Плохое слово, не точное абсолютно. Они были запущены в работу в спецхрамах. Спецхрам, почему слово выскочило? Абсолютно неудачно. Спецхрам, это было ни храна, ни печи, ни склад. Это была закрытая библиотека. И оттуда можно было заказать, представив, естественно, определенные документы, в том числе, это можно было взять на кафедры, в УЗИ, направления, чтобы изучать какую-то тему. И вам для работы необходима книга. Ну, там выдавали расписку без права статирования или еще что-то, если работа была открыта. Но книги были в работе. Вот я, работая в Совете Министров СССР, имел доступ к литературе без ограничений. Как и многие другие, работающие в определенной структуре. А вот сегодня книгу запрещают. Ее вычеркивают из нашей жизни вообще. Вот вы представьте эти ножницы государственные, которые режут ваши мозги. Вот в прямом смысле слова. Что значит не считать генреформ? Что значит не считать древуара? Чего-то и бывает согласен. Чтобы мы были им подобны. Незнающими, безграмотными и нежелающими знать. Да нет, я думаю, все сложнее. Что объединяет эти книги? Эти книги объединяет одна, очень острая во все времена, еврейская книга. В этих книгах не просто в сегодняшний день России, хотя они были написаны, это если посчитать 1886 год, ну что, 150 лет? В них не просто отписано в сегодняшний день, а я когда штудировал древуара в свое время, я делал из него выписки, а потом давал смотреть друзьям, и все говорили, слушай, какие точные оценки сегодняшней России. Кто написал? Сомнений в том, что это написано, 150 лет назад не выполнено, что это написано в сегодняшней России. И какие точные прогнозы на этих книгах, при одном условии. Сохранение иудейской власти в государстве. Ну, я не буду цитировать очень известное выражение Родионова из его романа «Наше преступление». По моему глубокому убеждению, Россия гибнет от двух главных причин – еврея и алкоголь. А вот цитату из его берлинского сборника очень трудно не процитировать. Что писал Иван Александрович в 2020 году? Жену надо истребить нас, чтобы некому было протестовать, чтобы не осталось подъемом живых свидетелей и об обеющих злодеяй, спорщиков и наследников украденного им русскому имуществу, чтобы имущество это, в конце концов, оказалось выморочным. Когда же русский народ выморит на месте недавней Великой Российской империи, оказывается необъявная пустыня, куда со всех концов земли нахлынут новые населения. И дальше он пишет о том, как будут рвать русские богатства и русскую землю. Это то, что сегодня происходит в России. Если помните, ошеломительное признание Евгения Федорова, руководителя Комитета Государственной Думы по промышленности, который сказал, что 95% наших промышленных предприятий находятся в иностранной юрисдикции. Они уже не принадлежат России. Но еще не по-менему боятся этих авторов и этих книг. А потому что тот же Иван Александрович Родионов писал, «Каждый из народов уже облюбовал себе жирные куски и уже заранее подсчитывает барыши. В этом они ошибутся и ошибутся жестоко. Они сами упадут в ту самую яму, которая всеми мирными помогает женам вырвать и углублять для нас. И упадут в тот момент, когда мы уже выкорбывались из нее». Вот тот дух торжества и победы русского народа, который был в трудах того же Ивана Александровича Родионова, вот чего они сегодня боятся. Потому что самое глубинное и самые серьезные исследования показывают этой власти век недолго. И они боятся этих прогнозов. Они боятся, что эти книги укрепляют наш дух и национальное сознание. Они боятся, что в этой угрозе, которую мы сегодня переживаем для русского народа, это переживали и французы в работах Эдуара Андреона, и американцы в работах Генри Форк. И вот, ну, наглась, конечно, моя. Если ставить продолжение этих книг, книгу «Битва» с Игорем Удейсом, я не буду вспоминать книгу Игорь Удейской, которая запрещена, я об этом еще скажу пару слов, то прослеживая цепь принимаемых сегодня законов и решений власти, направленных против России и его народа, мы находим прямую параллель вот с теми законами, которые принимали в свое время в Соединенных Штатах против интересов Соединенных Штатов. во Франции против интересов Франции. И сегодня это один к одному повторяется у нас. Шаг за шаг. Но чего стоит одно вступление России в ЭКО, когда будет окончательно уничтожено и допито отечественное взрослое? И сегодня власть поступает следующим образом. Она забивает мозги МАС бесконечными сериалами и шоу. А те, кто продолжает думать, объявляет экстремистами, сажает, преследует, запрещает. Кто преследует? Вот сейчас только что вышел закон, поправки закон о кривите, где втиснули драконовские меры штраф до 5 миллионов рублей. Назовите Путина мелочем, назовите медведера тем же самым, 5 миллионов приготовьте, потому что вам будут доказывать, что вы аккредитали человека. нет денег, а пишут квартиру, имущество, и вас грудными детьми будут выкидывать на улицу. Вы представляете вообще, что происходит в стране? А не детей, грудных детей уже делают заложников, потому что у отца, у матери будет уже думка. Выступить критикой, сказать то, что думает, и оставить детей бестолерами, бездонными, и самому пополнить ряды бомжей, которых они сегодня уже не стесняясь официально признают, что Россия свыше 4 миллиона бомжей. И вот обратите внимание, что с инициативой ужесточить 282-ю статью, которую у нас праведливо называют «Русска», потому что она в первую очередь направлена на русских, предложил Нейтонием Иной как федерации еврейских общин России. Пока 282-ю статью не уже значили миллионы, но ведь закон о кривике взял уже самую цифру. И самое интересное то, что мы сегодня, избегая разговора по еврейскому вопросу, я думаю, что недолго будет век этой новой книги, бим про сыгранную действием, так как был короткий век книги Гири Рудейская. Поэтому у меня серьезная просьба к вам, не оставьте сегодня на прилавках эту книгу. Если есть малейшая возможность приобрести эти книги, вы их выкупите и перепродайте своим друзьям, знакомым, которые многие не отслеживают, не видят, тем более за пределами Тиражки, небольшой 3 тысячи за пределами Москвы. Тем более, это очень, вроде, выигрышно покупать книгу за 250, как не установило издательство, нежели как и юридейская, которая уже превысила цену в 2 тысячи рублей. Я когда подписываю вот эти книжки, спрашиваю, где их перебрать, где их находят из-под полной. Но когда я слышу сумму в 2 тысячи, я думаю, может, я руки себе буду продавать, но ты больше заработаешь. И форт, и древон, и район. Они писали о том, как еврейский народ стравливает между собой народы России. И вот, что показатель. Ивановский суд запретил мою статью об отношении русских к коренным народам России, где я жестко выступаю против лозунга «Россия и Россия». Считаю его, и я в этом убежден, провокационный лозунг, который стравливает между собой народы России. То есть я доказываю, что русский народ издревле жил другими народами, коренными народами, которых мы называем Россией. И нас сегодня пытаются стравить между собой и стравливают. И вот эту работу, направленную на сплочение народов России между собой, запрещает суд. Удивительно, нет? Если знать, кто сегодня заправляет ивановский православие. И времени. И эта цепочка очень четко прослеживается. Вот стоило мне в газете «Сибирский фронт», которую выпускала во время выборная кампания, зацепить и показать нутро еврейской мафии Сибири во главе с Толоконским и Солодкиным, на меня тут же устроили самую настоящую, известную охоту. И мне пришлось долго скрываться. Почему? Потому что люди, которые стали за мной охотиться, сегодня на скамье подсудимых, им предъявлено обвинение и доказано 8 убийств на сегодня. Из них 2 вице-мэра Новосибирска. Киллеры получились по 22 года для своих, и следствия еще раз кручатся и продолжаются. И что вы думаете? Вот сегодня, когда моя правота доказана, но она и была очевидна, потому что я выступал с цифрами, с фактами в газете, и ни один факт, ни одну цифру не опроверг. Но стоило мне сейчас сцепиться с центра избиркома во время выборной президентской кампании, генеральная прокуратура, не Клев какой-нибудь, а заместитель генерального прокурора Российской Федерации тех лет, направляет государственное определение в Верховный суд, где мне вину ставят вот этот суд в Новосибирске, где уже вся моя правота доказана. Люди на скамье подсудимых, а генеральная прокуратура продолжает преследовать тех, кто выступил против еврейской мафии. Это что, не мафия? Что вы там увлекаете итальянскими фильмами, эти Коза-Монстры и так далее? Слушай, это же детский лебедь, Коза-Монстры. У нас перед нашими базами разворачивается мафия, отечество это Коза-Монстры, только не с какими-то клеверками, которыми полицейские преследуют, а во главе первых лиц в государстве сделан инструктор. Вот уж Коза-Монстры, как Коза-Монстры. А мы с утроением смотрим итальянский серв. Очень показательно, когда после очередного судебного заседания прокурор Кондратьев попросил нас остаться, меня и двух моих защитников. Один из них общественный защитник был Дмитрий Леонидович Старкозин, и он только согласился. И говорит, Борис Ильич, ты что творишь? Ну, на выгу. Ты что творишь? Еще это дело не закончено, а у меня уже достает, против него новое дело лежит. Оказывается, те выступления, которые я делал после заседания, суда люди ждут, комментировал, они все это осняли и разбулиновали. И он мне говорит, ну ты же можешь выступать, когда придраться не в чем. Я говорю, как придраться не в чем. Я говорю, как придраться не в чем. Я говорю, что? Как придраться не в чем? Я же там Путина не в чем. Да надо Путина. Ты же кофе не трошь. Представляете, что сегодня у нас, что это за мафия? Путина? Пожалуйста. Неси, упропортуру, а позовер. А ты евреев не трошь. Почему? Потому что это реальная власть сегодня в России. Эту власть исполняет сегодня президент, вице-премьер-министр и прочие лица. Эта реальная власть почему не так оберегает? А мы тратимся на какие-то первые. Поэтому я свою просьбу высказал. И не как автор, раскваивающий свой товар, свою книгу. А действительно как идеолог и как политик, я вас прошу максимально приложить силы к тому, чтобы эти книги, к сожалению, выходящие мизерными тиражами, сегодня как можно больше читала и знала Россию. Почему? Потому что сегодня очень важно пробуждение народа. Вот этот заряд пробуждения воли мы несем в своих книгах. Мы пишем, ну а вы по возможности пропагандируйте и распространяйте.